Добрый день, друзья! Это поистине сенсационное заявление от губернатора. Сейчас у нас на дворе декабрь, скоро Новый год, всех с наступающим поздравляю. Но речь не об этом. Только сейчас, в наши дни, в стране разворачивается массовая вакцинация. До сих пор ни одна из российских и мировых вакцин не прошла полностью всех положенных законами и нормативами испытаний. До сих пор мы не имеем полного представления информации о том, какие могут возникнуть побочные последствия, негативные эффекты, долгосрочные негативные эффекты для нашего здоровья. Если те же прививки вакцины от гриппа давно известны, проверены, мы хотя бы знаем, если у нас есть желание привиться или нас на работе просят сделать прививку, мы хотя бы знаем, с чем имеем дело. Здесь у нас полной уверенности никакой нет. А теперь внимание. Губернатор Артамонов заявил, что меня убедили сделать прививку от коронавируса. Сейчас мы посмотрим это видеообращение. Это губернатор Липецкой области, известный друг Германа Грефа. Говорят, что Греф сам его туда и назначил. А теперь послушайте, что он сказал. Скажите, пожалуйста, вы сами планируете вакцинироваться от ковид? Да, меня убедили. У нас была на прошлой неделе встреча с одним из федеральных руководителей. И как-то вот он очень просто, очень просто изложил формулу, что после того, как ты вакцинировался, если ты ходишь без маски, у тебя высокий титр антител, ходишь в маске маленький. И он на своем примере показал, сколько у него антител. Он весной еще привился. И чувствует себя хорошо. И те, кто даже заболели, либо две поставили полностью вакцину, они легко переболели. Как-то он был убедителен. Я на это сомневался. Но, наверное, в новом году попробую привить. Губернатор Артамонов говорил с неким высокопоставленным чиновником из Москвы, который убедил его в том, что нужно сделать прививку. Это дело хорошее, это дело правильное. Сам этот чиновник показал свои анализы и рассказал, что привился еще весной. Внимание! Весной! Какая вакцина была весной? Мы с вами не раз и не два обсуждали. Меня, кстати, часто просят показать еще раз этот федеральный закон, который запрещает испытывать вакцины на военнослужащих. Федеральный закон от 12 апреля 2010 года об обращении лекарственных средств, статья 43, пункт 6. Запрещается проведение клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения с участием в качестве пациентов, детей-сирот, женщин в период беременности, военнослужащих, за исключением случаев проведения клинического исследования лекарственного препарата, специально разработанного для применения в условиях военных действий, чрезвычайных ситуаций, профилактики, лечения заболеваний и поражений, полученных в результате воздействия неблагоприятных химических и биологических радиационных факторов. То есть, внимание, военнослужащие могут участвовать в испытании только если мы считаем, что коронавирус, не просто считаем, если доказано, что коронавирус это биологическое оружие и, естественно, таких данных нет. Клиническое исследование такого лекарственного препарата, то есть такого, который борется с химическим или биологическим оружием, может проводиться с участием в качестве пациентов военнослужащих, за исключением военнослужащих, проходящих военную службу по призыву с соблюдением требований, установленных настоящим федеральным законом в отношении гражданских лиц. То есть, даже если коронавирус бы признали вдруг российские власти биологическим оружием, его нельзя было бы испытывать на срочниках простых ребят, кто пошел в армию на год. Только те, кто служат по контракту, на контрактниках, а не на срочниках, можно было бы испытывать. У нас испытывали на всех подряд прямое нарушение федерального закона. Вот что надо было спрашивать на прямой линии Путина. Вот какой вопрос должен был бы задан о вакцине, если бы там были настоящие журналисты. На военнослужащих вакцина испытывалась летом, в июне начали испытывать, в июле, в августе это все продолжалось, об этом все рассказывали, показывали красивые кадры. Вот замечательные бравые добровольцы из наших вооруженных сил получают себе укольчики, доктора следят за их состоянием, потом им пообещали премию выплатить. А если в случае чего они страховку получат хорошую, мы все это знаем, мы все это слышали. Что же была за вакцина, которая прививалась весной? Весной. Получается, мы нашли подтверждение информации профессора Валерия Соловья, который говорил, что для элитки вакцина давно существует, и этой вакциной привилось чуть ли не все наше руководство. Очень качественной вакцины, не такой, которая сейчас будет вкалываться простым людям. И судя по тому, что мы услышали от этого губернатора Игоря Артамонова, даже ему поставят не ту вакцину, что поставил сам себе этот министр, с которым он общался. Между тем, обязательная вакцинация набирает обороты. Вот мне присылают. Сообщаем, что в соответствии со статьями 9 и 10 федерального закона такого-то, приказом Минздрава России о подтверждении национального календаря профилактических прививок, вы относитесь к категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Кто нам там что говорил, рассказывал про то, что вакцинация будет добровольной? Вот документ. Объясните, пожалуйста, уважаемые власти, это что такое? Это фальшивка? Это фейк? Или что это такое? Как это понимать? Вы можете пройти вакцинацию по такому-то адресу. Ну, уведомляем вас, кстати, здесь почему-то даже не указано, то есть это вот нужно было удалить. Главный врач Д.Б. Борисов даже не понял, что тут вот нужно удалить. Здесь же указано дата и место, они не умеют документы оформлять, составлять. Вот это слова должны быть удалены. Уведомляем вас, что на основании абзаца 8, части 1, ст. 76 Трудового кодекса, постановление правительства Российской Федерации, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, требует обязательного проведения профилактических прививок, подлежит отстранению от работы граждане, чья работа связана с высоким риском заболевания инфекционными болезнями в случае непрохождения вакцинации. Если ты, дружочек, не привьешься, если ты не пролечишься, ты будешь уволен. Это точно не обязательная вакцинация? Нет? Нам показалось? Или это фейк? Прокуратура, Следственный комитет, Минздрав, Роспотребнадзор. Мы требуем официального опровержения или подтверждения и комментария, что происходит. В то же время, в то же время борьба с коронавирусом пробивает новое дно. Со всей страны множество приходит сообщений о том, что путают бабушек и дедушек, выписывают под другой фамилией или на лечение отправляют под не той фамилией. Хоронят одного человека, потом его приходится выкапывать, чтобы близкие могли проститься, устроить свои похороны. Вот это бред вообще, безумие. И, кстати, о фейках. Областные власти начали распространять фейки о фейках в Вологде. Губернатор написал фейк, чтобы потом сам мог его опровергнуть и похвалиться. Вы посмотрите, какой я молодец. Борюсь с информационной атакой против меня, против такого честного, прекрасного губернатора. И осуществляют информационную атаку. А вот я рассказываю, что это все вранье. И поэтому я молодец. Слушайте, они пробивают новое дно. Как к прямой линии Путина вот этот рязанский вице-премьер послал журналистов рассказать, что он достоин стать героем России. Уже получил втык. Судя по его грустному, расстроенному голосу, он понимает, что его карьера кончена. И дни в исполнительной власти сочтены. Так и должно быть. И с этим губернатором Кувшинниковым должно быть то же самое. Пенсионеры 65+, за посещение аптеки оштрафуют на 15 тысяч рублей. Во время полицейского рейда в городе Иваново был задержан пожилой мужчина, который шел в аптеку. Никуда-то он погулять вышел. Он в аптеку шел. Эта потребность была, необходимость. Но у каждого губернатора есть. На пенсионера составили административный протокол. Теперь за нарушение режима обязательной самоизоляции ему грозит штраф 15 тысяч рублей. А размера пенсии несчастного деда хватит, никто не задумывался. Путинская Россия, 2020 год. Люди, новая нефть. Платим штрафы, носим маски, покупаем санитайзеры. Радуемся жизни. Готовимся делать себе вакциночку, чтобы больше никого вообще не напрягать. Видео, пробирающее до слез, опубликовала Ростовчанка из больницы номер 7. Пациенты жалуются на голод и острую нехватку кислорода. Третью ночь мы не спим. Ужас, врагу не пожелаешь такого. Мне жалко бабушек. Я хожу, прошу, чтобы им помогли. А медики сидят в телефонах, и им все равно. Это страшно. К одной из пациенток врач все же подошел и поинтересовался, хочет ли она попасть в реанимацию. Питание больным в реанимации, со слов автора ролика, не вводят через зонт. Они голодают сутками. Что касается кислорода, то в больнице он есть, но не для всех. Приходится покупать его за деньги. Итак, друзья, мы видим свидетельство принудительной, обязательной вакцинации от коронавируса. Раз. Мы видим подтверждение того, что вакцина, какая-то неизвестная, странная вакцина, появилась еще весной. Об этом проговорился сам губернатор Артамонов, но это не та вакцина, которую будут вкалывать нам. Нашу вакцину испытывали все лето. Та вакцина была уже весной, и ей с удовольствием воспользовались. Как же они смогли так быстро ее разработать? Откуда она взялась? Очень интересные вопросы, на мой взгляд. И мы видим, что реальное лечение от коронавируса, система здравоохранения, которую Путин назвал очень эффективной, на самом-то деле не выдерживает никакой критики, путают пациентов. Не тех людей выписывают, не тех отправляют на лечение. Люди умирают, не доехав до дома, будучи признанными здоровыми и выписаны из медучреждений. Мы видим, в каких условиях содержатся больные люди. За все это мы должны будем спросить. Чиновники за все это должны будут ответить. Ставьте лайки, делайте репосты, пишите длинные комментарии. Ваша активность это то, что позволяет распространить правду. Нам надо держаться вместе. Только вместе мы сила. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok